В досуговом центре «Юность», впрочем, как и на улицах поселения Горки-Ленинский, сейчас непривычная тишина. Но это вовсе не значит, что творческая жизнь тех, кто здесь занимается, отложена до лучших времен. Занятия продолжаются, но теперь они перенесены в интернет. В социальных сетях центра проходят видеоконференции, передачи, занятия с учениками. В первые дни нам было, конечно же, нелегко освоить это. Были трудности с выкладкой материала видео, с форматом этого видео. Но для этого мы создали свою творческую группу. Каждый день они встречаются также дистанционно в сети, через WhatsApp. И обсуждаем, что мы выкладываем, как мы выкладываем. Еще один проект, который был запущен сотрудниками центра «Юность», конкурс с говорящим названием «Уши, лапы, хвост». Он предназначен для тех, у кого есть четвероногий друг. Все, что нужно, взять телефон, снять домашнего питомца и прислать видео либо по электронной почте, либо в социальную сеть ВКонтакте. Соленый огурец. Организаторы отмечают, что участники проявили недюжинную фантазию. Здесь и демонстрация возможностей, и умений домашних питомцев, и просто милые зарисовки ни о чем, и философские эссе, и даже музыкальные клипы. Одну из видеокомпозиций прислала на конкурс Наталья Чепурная. Сама она работает на предприятии непрерывного производства, а вот ее детям, как и многим в эти дни, приходится соблюдать режим самоизоляции. Автор ролика – старший сын Евгений. Он учится в колледже на видеооператора и фотохудожника, так что за это произведение вполне может не только приз на конкурсе, но и пятерку в зачетку получить. Мои дети сейчас находятся дома, они продолжают учиться. Несмотря на то, что интенсивно учатся, они сидят дома, очень мало общаются, и, конечно, им скучно. Поэтому они решили принять участие в конкурсе и сняли ролик о нашей собаке. Ролик снимали во дворе нашего дома. Мы живем в частном доме, поэтому у собаки было где побегать. Мы хотели показать нашу собаку. Она будрая, активная, с ней очень весело. Она хороший товарищ по играм. Кстати говоря, видео Натальи стало единственным, где была снята собака. Героями всех остальных видеороликов, а их в конкурсе более десяти, стали котики. Они прыгают, играют, едят и отдыхают. «С кем вы хотите быть? Я хочу быть кошкой». Никаких требований нет. Оно должно нести позитивный характер, и на нем обязательно должны быть ваши любимцы. Голосовать будут только наши участники, участники нашей группы и наши дорогие зрители. Мы к этому не имеем никакого отношения. Единственное, мы обязательно вручим подарки тем, кто выиграет в этом конкурсе, на ближайшем нашем мероприятии. Совсем скоро в социальных сетях Центра Юность стартуют новые конкурсы, так что подписывайтесь и принимайте участие. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.